Итак, здорово всем парня! Это видео должно быть полезным всем волговодам Для тех, кто, повторяюсь, кто не знал, как делать диагностику на Волге Потому что у товарища была такая проблема Были пропуски зажигания, машина как-то ненормально работала Постоянно то троила, то пердила Неровно работала на холостых На диагностику, к путному диагносту было записаться очень сложно То, блин, записи нет, то очереди, то еще что-то В итоге товарищ разобрался, нашел, как диагностировать автомобиль В данном случае ГАЗ-3105, 405-й двигатель Евро-2 46-й двигатель Евро-2, инжекторный, естественно Поэтому также можно диагностировать газели У кого, допустим, газели до 2008-2009 года У которого есть вот такая вот колодка диагностическая То есть не ОБД-2 под новый сканер А именно с вот такой колодкой Диагностический кабель? Да, это, кстати, самый диагностический кабель У Волги есть самодиагностика инжектора То есть перемыкаете две крайних Видим, две крайних Два крайних контакта Перемыкаете Контакт номер 10, контакт номер 12 Да, контакт номер 10, контакт номер 12 Перемыкаете между собой, любым проводком Идете в машину Вот, включаем, значит, зажигание Комментируй, чек не горит Загорелся один раз Промежуток два раза Один раз, промежуток два раза Это значит 12 Включилась самодиагностика То есть каждый пункт моргает по три раза Чтоб не проебланить Вот три раза моргнул, у нас 12 Следующий Сейчас пропустим, ладно Смотри, раз Промежуток Раз, два, три Тринадцать Раз Раз Два Три Тринадцать Вот эти ошибки выписываем на листочек Каждые по три раза повторяю Вот А подожди А вот объясни мне А почему вот, допустим, 12-13 Чего ведь ты взял? Двенадцать Ага Это значит, включилась самодиагностика Ага А все остальные после этого Начинаются вылазить ошибки Ага Смотри Раз Два Три Четыре Промежуток Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Промежуток Раз Два Три Четыре Семьдесят четыре Что это значит? Ошибка Семьдесят четыре А это ошибка, я знаю, что значит Что это? У меня адсорбер выкинутый А, клапан адсорбера? Да Записываешь на листочек ошибки Угу И находишь в интернете таблицу неисправности Ну, в таблице, да Это понятно, в интернете она в общем доступе Возможно, даже под видео будет в описании ссылка на таблицу Будет скинута Я вот еще раз не понимаю Допустим, для тех, кто не понял Откуда вы взяли ошибки? То есть, коды ошибок Вот, допустим, включили зажигание Объясните Вот, если человек не понял Вот, включил зажигание Дальше Сейчас моргнет 12 Раз Промежуток Раз Два Это самодиагностика включилась Она показывает, что самодиагностика включилась в штатном режиме Ага Вот, допустим, вот она Раз Промежуток Раз Два Это вот включил самодиагностика Дальше Дальше три раза она будет повторять А, три раза Она каждый пункт повторяет по три раза Ага Вот, сейчас три раза она отморгала Дальше Считай Раз Два Промежуток был Ага Вот Раз Промежуток Раз Два Три Ошибка 13 Ошибка 13 Раз Промежуток Раз Два Три Это значит, что у нас ошибка 13 Ага Следующая ошибка сейчас будет То есть она три раза проморгает Три Четыре Четырнадцать Ошибка 14 Сейчас она три раза вот эти 14 проморгает Да Вылезет следующий Раз Два Три Четыре Все, должна сейчас следующая ошибка Раз Промежуток Два Три Четыре Пять Шесть Семь Пауза Раз Два Три Четыре Семьдесят четыре Семьдесят четыре Так же будет сейчас Еще должна ошибка вылезти Сто какая-то Ага Ну на скорости То есть по таблице смотрим, да Что у нас неисправильно В данном случае у тебя было неисправно Показывал датчик массового расхода воздуха, да? Сейчас его нет Нет, когда был, до этого Когда ты поменял Вот Еще смотрите, парни Для тех, у кого машина, допустим, на холостых троит Подтраивает, неровно работает Ошибка Модуль зажигания у вас неисправлен То есть Именно вот эти вот катушки Вот эти вот модуля зажигания Раз, два Вот Они могут не работать А у вас диагностика не покажет Поэтому В случае чего Меняйте Естественно свечи, провода Ну и желательно Чтобы вот эти катушки Правда катушки Взамен катушек Дорогое удовольствие Оригинальные катушки В районе трех тысяч Стоит одна А провода с фонтом дешевого удовольствия Ну, все-таки Наверное, в районе тысячи провода Вот такая вот Была диагностика Волги Если кому-то что-то непонятно Пишите Обращайтесь Постараемся всем ответить Вот на сегодня все Вот такое было видео Поэтому Диагностика на Волгу Это реально самому сделать Такое было видео Всем огромной удачи И давайте всем до скорого Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok